Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось, чтобы вы определили то, как именно мы вам можем помочь и в чём. Есть вы, которая поругалась со своей подругой. Из-за чего поругались, вы не пишете. Хотя это важно. Есть подруга, которая до сих пор вас не простила. То есть, по какой причине вы не пишете? Ну, то есть, она говорит, что обиды не действуют, но вы-то сами, соответственно, понимаете, что она обижается. Вот. Вы это понимаете? А значит, ну, скорее всего, знаете из-за чего, знаете, что ей тяжелее всего принять. Например. Вот. Вы просили у неё прощение. То есть, испытывали вину, попросили прощение, она вроде просила, но вы видите, что что-то не так. Какой помощи вы хотите от нас? Непонятно. Если вы хотите, чтобы мы помогли, скажем так, подруге простить вас, нужно работать с ней. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам, например, ну, грубо говоря, может быть, не испытывать чувство вины. А это уже другая задача, более такая, на мой взгляд, серьезная и более важная. Да? То есть, если так вопрос ставить. Поэтому, я полагаю, что здесь нужно понять, в первую очередь, что вы хотите сами. Это первое. Второй момент. Второй момент. Вы говорили о том, что испытываете чувство вины за, ну, перед подругой за то, что, соответственно, сделали. Вот. Здесь, опять же, нюанс такой, что, если вы испытываете чувство вины, и оно, это чувство вины у вас, как бы, на постоянной основе с вами, да? То есть, то есть, оно вас мучает, чувство вины. То с ним нужно разбираться. Ибо вы себя таким образом вгоняете в еще больший негатив на самом деле. Потому что в данном случае чувство вины играет словами злую шутку и влияет на вас исключительно деструктивно. Вот. Потому что у его природы есть особая характеристика, что это ваши установки. И, с одной стороны, игнорирование своих желаний, с одной стороны, с другой стороны, обесценивание себя. И, с третьей стороны, определенный конфликт между тем, например, чего хотите вы, и тем, что вы, например, можете. Это вот совершенно такие взаимосвязанные вещи, с которыми нужно разбираться. То есть, то есть, если вы, грубо говоря, показываете своей подруге, что вы виноваты, да? Если вы ведете себя как виноватый человек сам, да? То есть, заискиваете перед ней сам, и так далее. Как-то еще ведете себя, ну, что видно, что видно, что вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вот. Значит, то и подруга будет относиться к вам, ну, примерно так же. Подруга будет воспринимать вас вот таким образом. Негативным. На самом деле. Вот. Просто потому что вы себя сами так чувствуете, и как вы себя чувствуете, так и люди относятся к вам. Для того, чтобы не относиться к вам так, как вы себя чувствуете, нужно, ну, нужна определенная доля уверенности в себе, и определенная доля самостоятельности мышления. А это, к сожалению, ну, не так просто сделать для человека. Вот. Поэтому я полагаю, что вот именно начинать вам нужно с этого. Именно с этого. С того, что, собственно, вас гложет. То есть совершенно очевидно, что есть здесь какая-то ваша неудовлетворенность. С одной стороны, вы, значит, поругались с подругой, значит, вас что-то не устраивало, значит, вам что-то не нравилось, значит, вам, ну, вы где-то видели негатив в чем-то. Вот. И, соответственно, вы его в себе держали, вы его как-то подавляли в себе, видимо, достаточно, ну, большое количество времени. Ну, вот. А потом вы, соответственно, взорвались, и теперь за этот взрыв вы чувствуете себя виноватой. Вот. Вот. Вот именно поэтому подруга, собственно, и чувствует себя обиженной. Потому что вы чувствуете себя жертвой. Вы своим отношением, своим поведением, вероятно, не даете возможности для подруги забыть это и идти дальше. Вот. И, конечно, конечно, отдельный момент заключается в том, почему вы не можете забыть и идти дальше. И именно почему, почему вы не можете забыть, чего вы боитесь. Вы, получается, очень сильно нуждаетесь в своей подруге. Какова эта нужда? В чем эта нужда? Что она из себя представляет? Ну, вот эта вот нужда. Вот. Я полагаю, что на этом и нужно заострить, в первую очередь, ваше внимание. Вот. Чтобы подкорректировать, в данном случае, именно свою позицию по отношению к подруге, да, и к самой себе. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки к самой себе. Вот. А пока этого, к сожалению, не происходит, потому что вы, ну, вы не можете сформулировать запрос. Что это будет? Какой запрос у вас? С чего вы хотите? С чем вам помочь? Понимаете? Это непонятно. И вот пока ситуация будет такая, пока вы будете в себе не уверены, вот так, мне кажется, что будет вам и, в общем, дальше тяжело и сложно. Потому что люди всегда будут находить, ну, люди всегда будут находить возможность вас как-то, знаете, ну, принизить, как-то вас обвинить в том, что вы, в том, что вы не делали, в том, что вы могли, могли сделать, но не сделали, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно быть вам более уверены в себе. Вот что сделать для того, чтобы быть более уверены в себе? Для этого нужно отыскать причины, по которым вы в себе не уверены. Но уже сейчас вы можете, во-первых, подумать, подумать, чего я хочу, что мне нужно, в чем я нуждаюсь, вот, подумать об этом. И, соответственно, просить себя о том, что я делаю для того, чтобы мои желания реализовывались, и делаю ли я что-то, вот. Делают ли другие люди что-то, чтобы мои желания реализовывались, вот. И если нет, то почему, да? То есть, ну, если они не делают, то почему? Я не прошу их, например, об этом. Если так, опять же, причина. Если я не прошу их об этом. Если, брат, что они не делают, значит, стоит пересмотреть свое отношение, ну, вот, к этим людям. А зачем они вообще вам? Тогда. Эти люди. Вот. Понимаете? Какой момент? То есть, чего вы хотите? Вот, ключевой момент. Чего я хочу. Что я делаю для того, чтобы получить то, что я хочу. Знаете? Вот. Это важно. По-настоящему. Вот. А дальше уже можно будет говорить о том, что представляет из себя ваше чувство вины, и как оно, это, чувство вины на вас влияет. Вот. А на этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.